парни всем привет вы на канале будни автобушкаря погнали давно давно не виделись много чего прошло последний раз включался летом сейчас он уже в осенней курточке на пороге ноябрь 7 число вот и думаю как раз перед днем рождением запилюка свеженький видос по времени стало уже поспокойнее получше да и смотрю подписчики добавляются в автоматическом режиме и тем более подписчики которые были не хочется как будто их разочаровывать поэтому делаем чего делаем видео начнется по хронометражу то есть сейчас мы перенесемся снова лето снова тепло и постепенно мы вернемся к этим радиатором которые сейчас в процессе установки вот соответственно чайок кофе присаживайте серию такую сделаю может по длине обычного а там как пойдет все поэтому начинаем парни всем еще раз привет собственно так быстро идут события даже не успеваю все снять у вас народ такой сумбур будет по серии просто все что вам нужно понимать что они вставки идут по хронометражу то есть каждый следующий день каждое событие поэтому вот так они действительно все вперемешку но таков путь значит что у нас сегодня вышка у нас в аренде у самих себя мы готовимся к зиме у нас местами протекает так сказать крыша вот поэтому вот настя жена сегодня занимаются ремонтом кровли все купили все сделали и теперь дело за малым будем учиться наплавлять можноplatz экскаватор погрузчик сегодня но справедливости ради скажу что работа на него постоянно но она есть постоянно но пока нет машиниста постоянного не могу постоянно кататься я у масла масляное такое вот потому что надо и там и здесь и здесь и там соответственно экскаватор сегодня чтобы он просто так не стоя у меня здесь отдал электриком потому что там вопрос по проводке то То есть стопы, повороты, вот такие вот истории. Еще пара мелочей, вот, чтобы уж день провести с пользой. Ну, а мы сегодня вот так. Все, готовимся к зиме. Вот у нас Настенька там машет. Все, гоним работать дальше. Утренний видеоотчет. У нас сегодня дела. Вчера делали крысу, не доделали, потому что надо поработать. Сегодня у нас вот такая сцепка. Очень редкая, но так бывает. Я думаю, вы догадаетесь, что и зачем, и почему. Едем измельчать ветки. Заказчик будет закидывать сам. Но попросил взять технику, чтобы можно было перемещать по участку. Не хотят они пятером, там, пару дней толкать эту дробилку туда-сюда. Ну, любой каприз, как говорится. Все, собираемся. Так, значит, то что у нас? Новый объект целиковый. Мы такое любим. Комплексы, не целиковые, комплексы, правильно называемые. Значит, человек, здесь у нас буквально в шести километрах озера. Наша, гордость, сильный. И потихоньку вот эти дома выкупаются. Участки выкупаются. Соответственно, что происходит? Надо его расчистить. Все, как мы любим. Значит, начинается все с измельчителя веток. Дальше. Здесь приедет наша ЖСБ. Ну, понятно, не Хованд, но класс такой же, поэтому я буду ее называть ЖСБ. Вот. Мечтают ЖСБ. Вот. Соответственно, чего мы делаем? Спилим. Ну, тут мужики сами спилили. Истерчаем. Горчуем, грузим, вывозим, разбираем этот дом. И знаем на этапе такой у нас хорошей планировочки. Ну, такой. Как у меня получилось? Я сразу сказал, что прям под ответ не умею делать вот такую черновую. Все. Все занимаются. Мы погнали. Работа у нас сегодня начинается с расчистки территории. Потому что единственный путь, по которому можно заехать, преграждает гора стекол и шиферов. Поэтому, чтобы не остаться без колес, начинаем с этого. Кстати, что за объект? Это объект, который здесь недалеко у озера наше. Вот это. Здесь дробилка работала. Вот наша задача все раскорчевать, все сложить, сделать планировочку. И... Ну, может, дом разобрать. И пока так. Работаем. Так, парни, значит, что у нас из неприятностей? Цилиндр совсем пробило. Жидкость уходит быстро. Но уже как бы идет процесс. Платят неплохо. Поэтому пришлось докупить жидкости. И докорчеваю. И докорчевываю осталось немножко. Тут осталась работа часа полтора. Переезжать просто вот так вот неудобно. Вот, докорчевываем и доделываем. Потому что мой заказчик на меня рассчитывает. И я сюда ехал. В верхом на эвакуаторе как бы. И очередь идет. Заказал ремкомплект цилиндра. 23500. 23500 против, ну, наверное, полторы тысячи МТЗшных. Запчастей, наверное, полторашка стоили бы резинки. Ну, за комфорт надо платить. Ладно. Чего? Работаем, работаем. Кстати, ребята, среди вас есть поставщики запчастей. На данную технику. Напишите в личку. Или в телегу. Я думаю, обращаться придется много раз. Ладно, попозже сделаю такой видеообзор, видеоотчет. Уже есть понимание, что покупать. И в какой последовательности. Ладно, работаем. Бабье лето нам дает поработать. Значит, что мы сегодня делаем? Сегодня, как всегда, человек-оркестр. Сам гружу. Сам вожу. Сам все делаю. Вот. Ну, на самом деле, просто говорю, народу мало у нас в организации. И все не успеть. А задач много. Поэтому все разрываются. Все стараются. Все делают. Ну, а что мы делаем? Благоустройство. Как всегда. Как всегда, благоустройство. Человек купил участок и хочет красоту рядом с озером. Ну, а мы ему в этом помогаем. Парни, а вы знаете, потихонечку. Совсем потихонечку. Но, по-моему, я начинаю постигать эту науку. Вот. Вот такая у меня планировочка получилась. Чем удобно. Никто здесь на душе не стоит. Катаешься. То есть здесь было все вырвано, выковырено. Ну, понимаете, да? Сколько корней. 7 самосвалов. Понятно, что как бы не идеал. Есть перепады. Но задача была сделать черновую планировку. Потому что здесь вообще будет дом. Ну, это просто как элемент красоты. И в принципе, да. Можно было вот это убрать вот туда, утягивая. Но это планировка в подарок. Поэтому никто здесь особо не потеет. Но, тем не менее, я хотя бы начал чувствовать. Чувствовать. Ну, вот только-только-только. Боюсь, знаете, так даже переживаюсь. С утра проснусь, а вдруг забуду, как это все делать. Но вроде начинаю постигать всю эту историю. Поэтому, правильно говорят, чтобы копать, нужно копать. Чтобы делать хорошо погрузчикам, надо работать. Все, ладно. 7 вечера, пора домой. Парни, ну что, отработали мы в этом самом на расчистке. И плавно переносимся в нашу ремзону. Слушайте, ну а почему не ремзона? Вот классно же, а? Вспоминаю те времена, когда я чинился на улице. Не сказать, что ностальгия мучает. Но все равно. С щитов у Насти наколотила. Молодец. Видите, как яма пригодилась. А что мы делаем? Мы будем менять цилиндр. Опыт у меня уже есть. Фотографию пришлю там, где я пытался МТЗшное снять. Поджигал, что только не делал. Ну, ничего не получилось. А может и к лучшему. Вот, поэтому здесь мне сейчас делают. А может и к лучшему. Вот, поэтому здесь мне сейчас делают соседи special tools, спецключ. Я пока вытащил цилиндр. Сейчас откручу рукава гидравлики. И все должно быть хорошо. Залил, правда, все. Но уберемся. Все, ладно, сейчас на ваших глазах. Значит, ремкомплект заказал оригинал. Сейчас его Настя привезет. 23100. А вот такой порядок цен. Ладно, занимаемся. Вот эти все истории, там, зубило, то, сё. Не использует. Посмотрел у ребят. И помогли мне сделать доработку. Нанотехнологии труба. Три болта. Сейчас будем крутить. По крайней мере, попробуем. По там. Так. А там получится. Так. Пока не снимаем. Хорошо. Со второго раза, со второго дубля, доработали конструкцию. Потому что труба гонулась. С криком кия и ударом ноги. Наш поршень пошел. Так приятно. По сравнению с НТЗшкой. Когда там и кия ноги. И жег. И что только не делал. Ничего не помогало. А здесь раз. И все пошло. Даже не знаю, что там внутри будет. Нет, Настя, подойди поближе. Снимь. Что там будет. Может кто-то не знает, что там будет. Бабушкин сундучок сейчас. Посмотрим. Тяжелой, зараза. Вот ее. Заворопей сейчас высыпется. Что-то я уже крутить устал. Как раз песенка в тело. Тормози. Тормози. Она сейчас туда пойдет. Туда постояли и стояла. Не пойдет, чтобы она купит. Вот и куда сейчас. Кирк, кирк. Так. Не тот вариант, на который мы рассчитывали. Сейчас мы. Попробуем. А, надо что? Привонять? Что-то, если все. Вот эти штуки. О-о-о. Подожди, подожди. Вот это. Закрыл. Вот это все сюда надо сдвинуть. А ведро сюда подсунуть. О-о-о. Что вы делаете? Я бы все сюда раздвинуть. Ну, вот бачки. Ой, как не повезло тому кто-то мать. Не, не войдет. Не войдет. Да тут, может, не так и много. Но. Так, еще что-то надо подожди, да? Да еще. Он льется по-хорошему. Что ж, давай-ка я подниму, а ты просто подержишь. Ну, давай. Так, держи со своей стороны. Куршку, качнем. Куршку, качнем. Куршку, качнем. Куршку, качнем. Да, просто еще одно такое. Ну, уже просто. Стойте сюда подкинь. Сейчас, давай. А вот и... Вот, Настенька, сними-ка. Вот остатки резиночки Которая под замену Сейчас мы достаем Вот эту елду Под названием Шток И все у нас будет хорошо А Ты знаешь что сделать? Сюда что-то ставить Попробуй труба залить Давай потихонечку туда Нет? Есть один вариант Но он мне не нравится Надо накидывать туда Шланг Но он мне не нравится Мне кажется Высоко просто поставлено Надо чуть-чуть пониже Наедучи, да? Вот они на стену Снемки Дверь Что-то ребенок будет ставить А он на полуто дверь Это ладно А то мы доделаем Нажимаем Дверь 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 Корректор А.Кулакова Под чуть-чуть, под чуть-чуть, под чуть-чуть. Хорошо, это сам, это сварку, он бы чуть-чуть снял, посмотри. Потому что я, я делаю, посмотри. Такое я уже не дам. Показывай. Возьми, пожалуйста, тряпку, вот этот угол железа накрой, чем-нибудь. В этом? Не-не, не снизу угол. Потому что он вылетит, он ствол, вляжет вниз. А чтоб разоблика не получит. Не пошел. А? Не пошел. А, не пошел, потому что... Уже перепускает через ребят. Ударяем, что-то, отпущен, блядь. Садись, знаете, накинь пожаршный план, вот этот. Вот он снизу, с той стороны висит. Погоди, а не спутай. Погоди, а не спутай. Да. Дверь установлена, в ближай, Кристи. Да. Аккуратно, сейчас можно пшик сделать. Пшик уже не сделает, он там свободный. Так, ну что, надо вот эти бешюльки отрязывать на стену. И на тот стол он поместит. Ура! Ура! Другая, 46-я гидравлика. Ай, пошел. Все, спасибо, Саид. Настя, не уложил? На. Саид, крутим двор. Значит, все у нас получилось. В интернете вся информация есть. Сразу же ребята сказали, трубу три метра, потом переход, когда пошел на один, а потом и раз. То есть, для чего это надо? Чтобы открутить поршень, надо брать вот эту гайку. Гайка на 50. На 50. Как чувствовал, купил вот эту голову, вот эту. Ну а дальше, в принципе, чего? Дальше все банально. И никого ничем не удивишь. Сейчас мы поршенелку отстучим аккуратненько и будем одевать им комплект. Так однозначно, потому что разные немножко по цветам. И инструкция не очень понятная, как здесь быть. Понятно, можно посмотреть в интернете. Но я иду методом исключения. То есть, вот одна такая тонкая фигня. У нее есть одна такая тонкая фигня. И, кстати, вот смотрите. Разница, не знаю, видно по камере? Да? Насколько на стол. Вот это чуть ли не в два раза тоньше, чем вот это. Поэтому, чтоб не ошибиться, даже металлические запчасти, то здесь есть. Ну, в общем, комплект жирный. Черт говорить, комплект жирный. Это не в МТЗ. Ладно. Собираем, ставим и посмотрим, что из этого получится. А что-нибудь, надеюсь, получится. Вот сколько народу надо, чтобы попасть в цилиндр. Потому что там, получается, с той стороны уши цилиндра, и здесь уши цилиндра. То есть, они, как бы, вот так заходят. И вот эту ось надо попасть. Это щекнуться, конечно. Ну, ладно. Сосед, сосед убежать не успел, ребята тоже. Ну, как убежать? Будьте домой. Поэтому, вот исполняем. Работаем дальше. Всем привет. Мочим ходки, ходки мочим, как говорят командисты. Блин, опасный корень. Как и без покрышки можно остаться. Ладно, что мы делаем? Опять, что он в посудной лавке. Ну, в этот раз уже вот так. Все. Занимаемся. Немножко дробилочки вам в ленту. Потому что осень. Люди наводят порядок. Вот такая куча. Надеюсь, мы с ней справимся. Ну, не мы. Мы сегодня в роли оператора, но все равно. Что у нас сегодня? Сегодня снос деревьев, город, центр, забор. Огромное количество проводов, измельчение. Ну, в общем, весь набор. Так что сегодня мы, может, не успеем измельчить. Все. Но мы к этому будем стремиться. Очень много проводов. Очень. Все в проводах. Вот прям. Ну, все. Делаем. Сейчас завешивается макушка такая, весьма неплохая. И полетит вниз. В чем особенность? Вот у Сергея, у человека, который в корзине. Это первое такое большое сложное дерево. Столько проводов. И вот этот метод разбора, ему очень, как бы, ну, переживает очень. Не правильно делать. Страшно, действительно. Опачки. Молодец. Молодец. Вы просто не представляете, как это страшно наверху. Но мы ему ставим лайк. Молодец. Старается. Эта работа далеко не для каждого. Конечно, очень большой объем веток. Просто вот если это все увозить, можно разориться. Потому что, ну, вот. Сколько здесь КамАЗов воздуха было бы просто не описать. Но благо наш исключитель функционирует. И все будет хорошо. Поэтому вниз. И вот так. Работа. Пятница. Почти 7 вечера. Настя. Что ты делаешь? Пятница в 7 часов вечера. Настя работает. Настя работает. Ребята работают. Все наверху. Все продолжаем. Потому что, ну, такой. Сейчас надо этапчик такой пройти. В понедельник помощника не будет второго на корзине. А Сереге будет тяжело. Поэтому вот прям поднажать надо немножко. Уже домучить. Доделать. И спокойно идти на выходные. Ну, что. Наш день идет. Наш день идет. Настя у нас как всегда со своей дружкой. Серега в воздухе. И вот посмотрите. Сейчас листьев стало поменьше. Какое количество проводов. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут с одной стороны подходит. Плюс еще здесь четыре. Два пониже. Короче, это и называется работа, которую никто не смог потянуть. А мы делаем. Дорого. Но делаем. Вот это и не скажем, у нас человек пятое дерево пилит. Вот. Просто пусть все довольны. Что делать надо, что подержим. Опа. Опа. Молодцы. Пошла жара. Все. Вот. Молодцы. Это тяга к бабкам. Всем привет, парни. Ну что, сегодня суббота. Сижу сам за рулем автовышки. Ну, у нас, скажем так, просто большие расходы. Поэтому их надо перекрывать. Да, там очень много по базе вкладок. То, сё. Ну, да и есть работа как-то делаем. Вот. Такая, знаете, легкая ностальгия присутствует. Снова я. Снова вышка. Снова мы вместе. Как три года назад. Видно, моя старушка немножко, конечно, под износилась, под истаскалась. Но, конечно, за три года она себя, я уже не знаю, сколько раз купила. Да много. Много. Такая, знаете, очень удачная покупка. Наверное, самая удачная и такая самая определяющая. Именно после этой вышки и началось. Испил деревьев у меня и всё вот это, вся эта история и экскаватор. Поэтому вот так вот. Погода сегодня первый день осени, можно так сказать. Хоть несмотря на то, что по календарю какое там 21-22 сентября. Такая осенняя погода, но мы не унываем, мы работаем. Ладно. Всем хороших выходных. Ну что, ребята. Буквально вчера мы допилили то дерево в проводах. Сегодня новая история. Детский садик. Спиливаем всю грядку деревьев. Всё в иголках, всё в шишках. Убирать некому. И они такие сами по себе грустные. Поэтому снова мы, снова наша команда. Снова кабаны, снова в деле. Снова дробилка. Снова Настя. Как это? День курка. День курка. День сурка. Каждый день одно и то же. Но это хорошо. Когда есть работа, это хорошо. Мы зимой отдохнём. Да, Настя? Да. Вот такое, парни, получилось видео. Собственно, вот такие события были. Поэтому сейчас буду догонять вот это всё время, которое прошло с момента последнего ролика. Вот. Ну, надеюсь, кризиса творческого не будет. С временем, надеюсь, тоже будет всё в порядке. Но не слишком много. Потому что если много времени, значит, дела идут не очень. Ой. Вот. Собственно говоря, всё. Поэтому подпишись, поставь лайкосик. И в какой-то момент я, наверное, запилю видео по вот этому вот красавчику. У меня уже есть полное представление картины о нём. Понимание, что хорошо, что плохо, забегая наперёд. Есть тут очень серьёзный момент, но который лечится. Вот. Поэтому, наверное, даже в следующем видео запишу. Поэтому подпишись. И тогда ты узнаешь, что в итоге я просмотрел. Точнее, понял не сразу. Вот. Всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.